Ценные виды северной рыбы будут сохранять и восстанавливать, а что ждет, другую отрасль сельского хозяйства. Сибирская язва, сезонные падежи оленей, сокращение кормовой базы – эти факторы за несколько лет заметно подкосили оленеводство в Ямальском районе. Олени сегодня на полуострове Ямал выпасается много, в большей степени это частное поголовье. При истощенных пастбищах количество стат растет, а вот качество мяса снижается. Возможно ли вывести сельскохозяйственную отрасль на новый уровень, ведь оленеводство для пастухов не только работа, но и традиционный образ жизни. Чтобы оценить масштаб проблемы и найти решение в Ярселе в преддверии 58-го слета оленеводов и охотников, собрали совет старейшин при общественном движении Ямал. Подробности в сюжете. В Ямальском районе наступило время перемен, от которых никуда не деться, осталось только приспособиться. Эта мысль сквозила красной нитью на протяжении всей встречи оленеводов и представителей законодательной и исполнительной власти. На серьезный совет старейшин прибыли не только пастухи, но и руководители профильных окружных ведомств, департаментов ФПК и КМНС, а также представитель регионального заксобрания. Первым слово перед земляками держал хотяка Езенги советник главы Ямальского района. Может быть, когда акцент маленько поменять, поговорить и сказать об олене, не столько, сколько о жизни. Потому как, вы, наверное, знаете, что самый главный даритель нашей жизни – это олень. Давайте с него и начнем. В последнее время вы, молодые люди, оленя подмяли под себя. Как вы хотите жить, так и оленя тащите. Тогда, когда мы жили в свое время, как оленю надо жить. Мы так за ним и жили. Модераторы диалоговой площадки, а именно в таком формате проходила встреча, предложили присутствующим окунуться в историю и вспомнить, какой была оленеводческая отрасль в 80-х годах. Под просмотр старых фотографий кочевники с улыбками и ностальгией вспоминали золотые годы. Многие мои знакомые, уже достаточно такого взрослого, взрослые, да, любят вспоминать это время. У них прям глаза горят, когда они начинают что-то вспоминать. Был внутренний рынок между оленеводами и охотниками. То есть, было обмен между охотниками до товарообмен. Внутри был абсолютный профессионализм, потом преемственность, то есть старшие передавали младшим, и высокое чувство ответственности. Чтобы проследить путь, который привел к упадку отрасли, участники диалоговой площадки вспомнили и переломный момент – 2000-е годы. Тогда стабильность в оленеводстве пошатнулась. Первыми ласточками будущих проблем стали появление частных хозяйств, несоблюдение маршрутов к осланию, снижение трудовой дисциплины и много других факторов, о которых обычно немногословные оленеводы в этот раз сообщали на перебой. Сегодня все это усугубилось. Сюда же прибавилось изменение климата, вспышка сибирской язвы, сокращение ягельников. Оленя слаб и измельчал, но стада при этом продолжают расти. Кочевники лицом к лицу встали перед вопросом, как найти выход. Два типа подбища – ягельники и нярн. Правильно? Так вот, мы возвращаемся с Андреем Николаевичем, с моими коллегами, возвращаемся к тому. А попробовать, может быть, вот эти естественные эрозии ягод, их каждым годом больше и больше становится, их засеять кормовыми травами, многолетними. Но попытка рекультивации кормовой базы не решит все проблемы. Муниципальные алин-предприятия стали неэффективными. В современных экономических условиях нужны новые формы хозяйствования. Власти видят выход в создании крестьянско-фермерских хозяйств. Это объединение рассматривают как самое лучшее и подходящее оленеводам. Самое главное, что в крестьянско-фермерское хозяйство объединяются родственники. То есть, по сути, это форма организации семьи при производстве продукции мяса, рогов, фантов, лап и другой продукции. Я понимаю, что предпринимательская деятельность, наверное, не для всех. Но еще раз я хочу сказать, что ни в коем случае не стоит задача загнать всех в эти хозяйства. Стоит задача предложить ту форму, которая кем-то будет востребована, кто-то сможет ее использовать, использовать ту возможность, которую она дает. Глава Ямальского района Андрей Кугаевский поблагодарил ветеранов отрасли за ценные советы. Руководитель территории обратил внимание на то, что молодежь должна успеть перенять навыки старой, эффективной школы оленеводства и подстроиться под новые условия. Сегодня, чтобы сохранить кочевой образ жизни и сельское хозяйство, люди должны относиться к природе, оленю и жизни более ответственно. «Человек должен переориентироваться и переменить свою деятельность. Это будет не завтра, это будет не быстро. Это долгий процесс, про который мы с вами говорим. Что нам сегодня делать? И в тундре, по моему пониманию, останутся только профессионалы, абсолютно ответственные, кто умеет и понимает, что сделать с пастбищами, что делать с оленем и где, в какое время и как находиться. Все случайные пассажиры вынуждены будут перейти в другую работу, потому что они не выдержат сегодняшних требований времени, экономики». Оленеводы вышли из зала с обеспокоенными лицами. Принимать решение пока рано. Нужно все хорошо обдумать, ведь дело серьезное и касается не только современников, но и будущие поколения. Что останется им? «Надо сначала маленько переварить это, услышанное. Я думаю, на сегодня, да, надо как-то находить какой-то другой путь, более, чтобы был по своей экономике и денежных, и сохранить оленеводство». «Сначала, чем восстановить оленеводское хозяйство? Надо хорошую жизнь, благоприятную жизнь оленеводов-тундровиков, которые сейчас живут без работы. Охоты нет, рыбу нельзя ловить. Для этого надо сделать сначала, чтобы сохранить наше боголовье, состоятельность жизни наших людей на Ямале». Оленеводство – исконная отрасль хозяйствования северных народов Ямала. Без этого дела ненцы не представляют себя. Для них жизнь – это тундра и северный олень. Закончится ли оленей век в Арктике? Ответ на этот вопрос узнаем со временем. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Ярселе.